Сегодня, как мы и анонсировали в прошлый раз, у нас будет занятие практическое, на котором мы рассмотрим применение методов автоматической классификации методом Коханна к решению некоторых механических задач, более замысловатых, чем ту, которую рассмотрели первый раз. Кроме того, мы рассмотрим также идеи применения метода самоорганизующейся Карт-Коханна при классификации соответствующих механических задач. Давайте мы сначала рассмотрим две постановки простых механических задач, а потом посмотрим, как с ними метод Коханна работает на практике. Первая задача – это задача N тел. Эта задача хорошо известна, мы рассмотрим ее плоский вариант. Постановка такая, что у нас есть N материальных точек. Мы будем предполагать, что все эти точки имеют одинаковую массу, равную единице. Эти точки расположены на плоскости, соответственно, между ними возникает гравитационное взаимодействие. При этом предполагается, что эта гравитация аддитивна, то есть на каждую точку действуют силы гравитации от всех остальных точек. И соответствующие силы гравитации приводят систему в движение, и эти материальные точки начинают двигаться. Согласно этим условиям, согласно этим силам гравитации, которые между ними возникают. Сейчас мы запишем эти уравнения, они не сложные. Эта задача крайне известная и, вообще говоря, при большом количестве точек, достаточно сложная как с аналитической точки зрения, так и с вычислительной. Но мы ее рассмотрим, не вдаваясь в особые сложности при численном решении. Вообще предполагается так, что с каждой материальной точкой связывается некоторый вектор. Вектор И, допустим, ИТ. Это ИТ-и точки, радиус-вектор, в некоторой фиксированной системе координат. В данном случае этот вектор состоит из двух компонентов x и y. Это сделано только для того, чтобы при отрисовке данной системы, отрисовка была более качественная на плоскости, чтобы там не было каких-то пространственных, хотя можно, конечно, брать и большей размерности. Значит, это удовлетворяет следующему уравнению. То есть вторая производная, значит, этой функции, это есть сумма по всем житым от 1 до N большое, исключая G равную I. Значит, а здесь стоит какая-то константа, вообще константы гравитационные, гравитационная константа M, ИТ на M житый, ну это M квадрат, это масса этих частиц, ну а здесь стоит у нас R, ИТ, вот Т, минус R, житая, вот Т, деленная на модуль R ИТ минус R житая в кубе. Значит, ну вот такая система дифференциальных уравнений, эта система здесь I, пробегая значение от 1 до N большого, это система N уравнений второго порядка, значит, ну вот таким образом записанная. Значит, понятно, что с вычислительной точки зрения вот это произведение, тем более, что у нас все частицы одной массы, вот она не имеет никакого значения, и мы выберем такую систему исчислений, такие массы этих объектов, чтобы вот эта константа равнялась единице, и мы ее учитывать не будем. Соответственно, мы будем вот рассматривать только такую систему. Значит, ну она, почему там в кубе? Ну, потому что, вообще говоря, мы знаем, что по закону гравитации Ньютона, да, если у нас есть две частицы массы M и M1, между ними возникает взаимное гравитационное взаимодействие, которое, сила вот этого гравитационного взаимодействия, она обратно пропорциональна квадрату расстояний между вот этими двумя точками. Но тут просто вначале мы тоже пишем вот этот сам вот этот вектор, это просто, значит, ну вот так удобнее записать и делить на модуль. Все равно там, по сути, деление идет на модуль в квадрате от расстояния этих частиц. Хорошо. Значит, это система дифференциальных уравнений. Несмотря на свою такую простоту, она не очень простая, потому что правая часть этой системы, она неограниченная функция, и видно, что в случае, если две частицы, значит, начинают сближаться друг с другом и расстояние между ними стремится к нулю, то правой части у нас, вот эта сила гравитационного взаимодействия, она стремится к бесконечности. И это являет серьезную вычислительную трудность, если решать задачу n-телс при n-большом и решать ее, так сказать, максимально честно. Ну, максимально честно, это значит находить решение дифференциального уравнения с некоторой фиксированной погрешностью. Дело в том, что если у нас правая часть вот так будет расти к бесконечности, то в условиях сближения двух этих точек мы должны шаг по времени в этот момент брать достаточно деликатно, достаточно маленьким, так, чтобы вот это силы взаимодействия, так сказать, их корректно учитывать при численном решении этого дифференциального уравнения. Значит, ну а, соответственно, получается, что они сближают все ближе и ближе, шаг мы должны дробить все больше и больше и больше, а это достаточно сложно с вычислительной точки зрения, тем более, что если частиц у нас много, то какие-то частицы будут на большом расстоянии друг от друга, а две какие-то будут сближаться, соответственно, мы будем все частицы считать с маленьким шагом. Ну, тут есть разные методы классические, методы численного решения, связанные с тем, что там, значит, надо разделять отдельно некоторые частицы, которые далеки друг от друга, где гравитация между ними не так значительна, и частицы, которые приближаются. Значит, мы этим вопросом сейчас заниматься не будем, потому что это не входит в нашу задачу. А мы, наоборот, воспользуемся вот этим сложным моментом для того, чтобы динамика нашей системы была, так сказать, ну, как можно более разнообразной, что, собственно, нам и надо. Итак, мы будем интегрировать эту систему методом Рунге-Кута, четвертого порядка, стандартным, причем шаг по времени у нас будет, ну, он выбран будет, так сказать, если вот эти величины порядка, там, десяти, шаг будет выбран порядка одной сотой. Это не очень мелкий шаг для такой системы, в случае, когда у нас сближаются точки, но это нам и не так страшно. И тут возникает такой эффект. Значит, и если две точки начинают друг с другом сближаться, значит, то на очень маленьком расстоянии, значит, когда мы будем делать следующий шаг, то мы увидим, что сила, действующая на вот эту частицу, она будет вот достаточно большой в эту сторону, но она, соответственно, достаточно большой в эту сторону. По идее, значит, при таких больших величинах сил мы должны дробить шаг по времени так, чтобы наблюдать сближение-сближение вот этих точек и, значит, корректно все это рассчитать. Если же мы сделаем шаг по времени достаточно большим и не будем его уменьшать, то при таком стечении обстоятельств на следующем шаге система покажет то, что эти две точки начинают сближаться, они потом разлетятся. Ну, дело в том, что эти силы могут быть очень значительные, потому что если точки очень близко подойдут друг к другу, да еще деленные в квадрате расстояние, они разлетятся достаточно далеко. И вот если таким не сделать такой ложный шаг, а дальше получится такая ситуация, и это мы в чисто сейчас увидим, что дальше уже гравитация между ними сильно ослабнет. И получается, что эти две точки сближаются, и вдруг они, так сказать, разлетятся в разные стороны. И это мы будем использовать в нашей системе, чтобы ее сделать, как я сказал, более разнообразной. Вообще, такого рода ситуации, когда несколько тел сначала сближаются, а потом какие-то из тела гравитационно выбрасываются, это вообще известно, это бывает в реальности, при столкновении двух галактик, там есть какие-то планеты быть выброшены гравитационно за пределы этих галактик и так далее. Это вообще говоря, не такой редкий эффект. Но у нас он будет возникать за счет, как я сказал, некой специально допущенной небрежности вычислительной процедуры. Поскольку нам нужно, чтобы система вела себя как можно более разнообразно. Как мы устроим нашу систему? Мы рассмотрим некоторую плоскость. В начальный момент времени в окрестности, в каком-то там, я бы сказал, в кубической окрестности нуля мы натыкаем довольно много таких частиц. Можно придавать случайной скорости, можно не придавать, это в данном случае не так важно. и включим соответствующие вот эти уравнения. Казалось бы, что если вы возьмете много планет, остановить их и приблизить их к одной такой точке, то по идее они должны все на друга нападать и слепиться в такой большой ком. Но если это все делать честно, с учетом их геометрии. Поскольку у нас материальная точка в данном случае никакой геометрии не имеет, кроме самой точки, я имею в виду никакой шарообразной такой области, то на самом деле возникнет ситуация такая, что начиная сближаться, значит, они начнут выбрасываться в точке, они начнут разлетаться. Значит, причем, ну, почти все, они рано или поздно, они начнут разлетаться, значит, и если ничего не предпринять, то вообще говоря, они все достаточно быстро разлетятся, так сказать, в разные стороны. Значит, это не очень, как бы, нам интересно, если не разлетятся, потом мы их просто не найдем, они будут дальше улетать, скорее всего. Значит, но я пытался делать некоторые, сначала идею поставить эту черную дыру, такую, которая бы их обратно, бы гравитационно засасывала, значит, но, скажем, действовала, ну, какой-нибудь эффективный радиус, который мы расчеты делаем, да, например, вот внутри него гравитации нет, а вот если какая-нибудь точка вылетела сюда, то потом мы, значит, здесь включаем, так сказать, такую штрафную, что ли, гравитацию, которая будет обратно себя подтягивать, но это все как-то работало не очень красиво, значит, пока я не подумал, а зачем нам это, собственно, надо, и наша динамическая система будет устроена следующим образом, частица, которая, ну, вот этот круг, он тот, который на экране мы будем наблюдать, значит, когда частица вылетает за пределы вот у круга, мы ее, она будет исчезать, мы ее, как бы, не будем дальше ее отслеживать, считать ее, но точнее так, мы ее, как вылетевшая она за этот круг, мы ее координаты случайным образом опять прибросим близкий к началу координат, случайным образом, то есть, те частицы, которые улетают, мы будем обратно туда собирать, и такая динамическая система уже с некими такими разрывами по фазовым траекториям, в общем-то, мы видим, да, но с чистой точки зрения здесь никаких проблем нет, она будет представлять из себя в зависимости от количества точек некий такой фонтан, фонтан, они будут все-таки фонтанировать, то есть, они будут вот тут разлетаться, 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 и в начальный момент, значит, сначала будет тут их быть много, они будут потихоньку разлетаться, а потом они, в общем-то, более-менее равномерно будут как-то так разлетаться, а, значит, ну, причем довольно красиво, в зависимости, значит, от количества этих точек, если их много сюда сделаем, значит, у нас ни разу у меня не было, так сказать, деления на ноль при таком численном счете, значит, ну, это можно было бы контролировать, но я даже специально не контролировал, в общем, на самом деле, все как бы хорошо, так и система работает бесконечно много, и вот мы ее первую, подвергнем, значит, классификации по кухону, значит, в этой динамической системе, значит, каждый момент времени, ну, или как фазовое пространство состоит из, соответственно, таких пар, R1 от T на V 1 от T, R2 от T V2 от T и так далее, R N большое от T на V2 от, ой, извините, от T, то есть, всего у нас получается, значит, достаточно, какова размерность, значит, каждый вектор, это две координаты, потому что плун на плоскости, и две координаты скорости, это векторная скорость, соответственно, у нас получается размерность нашей вот этой системы, размерность равняется 4N. Ну, N мы будем брать в расчетах, ну, ну, не примерно, мы будем брать, например, 100, вот, то есть, мы будем брать 400 мерные вектора, значит, и их прогонять через Кохана. Надо сказать, что, ну, можно было бы волноваться, потому что, как-то так, обычно я применял Меткохана, когда все-таки размерности были там, 30, там, как-то так, а тут мы взяли размерность 400, причем, эта размерность, она достаточно, ведь, так устроена, что, ну, то есть, тут, как бы, координаты каждой точки, да, еще на скорость этих точек, казалось бы, что никакой классификации здесь найти будет, ну, ее здесь нет, вот, но Меткохан отлично с ней справился, вот, мы сейчас увидим, он находит здесь и два класса, и три класса, и четыре класса, а это все будут классы, значит, по степени разбрасывания, по степени разбрасывания, значит, вот этих точек, да, значит, ну, да, кроме того, значит, да, мы как, как мы были считали, значит, мы считали эту систему дифференциальных уравнений, скажем, t у нас было от нуля до, ну, в данном случае, там, в тех параметрах, которые я взял, равных 20, значит, соответственно, мы брали значение этой системы в точке t, равной 1, 2, 3, 4, то есть мы, помните, пришлось говорить, нажать дискретизация по времени, вот она у нас была по целым вот этим временам, значит, мы брали на самом деле не, так сказать, не непрерывные эти функции, а мы брали их с фотографии, значит, во времена, так сказать, вот 1, 2, 3, 4 и так далее, 20, значит, ну, время 20, это примерно то время, за которое система приходила в некоторый, значит, такой, как сказать, некое, эргодическое, что ли, состояние, то есть, когда она уже дальше, ее динамика зримо не менялась, ну, то же, в начальном моменте времени они все сосредоточены вот в нуле, потом, по, несколько штук, они начинают, так вот этот ядро начинает рассасываться, вот этот процесс, рассасывание примерно занимает там вот, ну, близко к 20, до 20 времен, а после 20 уже, так сказать, наблюдается некоторая такая, но она стахастическая, конечно, картина, потому что мы выбрасываем элементы снова, обращаем сюда случайным образом, дальше уже, как бы, ничего не меняется, так вот, схема Кохан, она по этим кадрам, значит, она отфильтровала все кадры строго по порядку, значит, вот те, которые пока, чем ближе мы были сгружены к нулю, тем, значит, вот ближе классы, то есть, если два класса, она делит, ты примерно от нуля, ну, примерно до 10 и от 10 до 20, если там три класса, то, соответственно, от 7 до 14 до 20, там 4 класса, там примерно от 5 до 10, 15 и так далее, вот, и в этом смысле она работает действительно хорошо, и ее результаты совпадают с результатами те, которые, так сказать, хотел бы видеть человек, то есть, если человек будет смотреть эту картину, сейчас, через несколько минут мы ее увидим, значит, то действительно будет, так сказать, система себя не подвела, значит, а второй пример более простой с точки зрения механики, далее я бы сказал, совсем простой, вот, но сеть Кохана здесь с одной стороны не обманула мои, так сказать, ожидания, но в то же время и не повелась ни на какие ложные, так сказать, посылы, значит, речь идет о эффекте резонанса в колебании математического маятника, ну, я напомню, что, значит, мы будем рассматривать некоторый математический маятник, значит, когда в фиксированной точке, в фиксированном, значит, расстоянии у нас есть некоторый груз с некоторой массой m, нить невесомая, связи, значит, трений никаких нет, он находится, этот маятник, ну, мы не будем рассматривать тут гравитационное поле, он находится под воздействием какой-то вынуждающей силы, он может, ну, так сказать, полностью перехлестывать, так сказать, ну, прокручиваться через свою ось. Значит, соответственно, уравнение такого маятника записывается следующим образом, опять-таки, масса у нас будет равняться единице, там, момент инерции, так сказать, тоже единицы, все мы приведем к самому простому случаю, значит, это описывается следующим дифференциальным уравнением, как известно, линейным, значит, это будет а квадрат, значит, на x t, это линейное уравнение математического маятника, значит, ну, где а квадрат, я не прав, когда я сказал, что момент инерции на единице, это я что-то заговорился, в общем, он таков, что вот это у нас возникает некоторое число а квадрат, значит, и мы будем рассматривать вынуждающую силу, ну, вынуждающую силу, значит, сразу запишем, так сказать, в том виде, каким мы ее будем использовать, значит, косинус, омега на t, где в начальный момент времени состояние 0 и скорость тоже равна 0, а омега большое, это все числа, значит, ну, омега будем считать положительным, в данном случае не имеет никакого значения, пускай он стоит под косинусом, значит, а тоже, ну, хотя тоже не имеет никакого значения, положительная она не отрицает, но важно, что а не равно 0, значит, соответственно, вот мы рассмотрим такую систему, значит, это очень простое уравнение, значит, ну, конечно, очень просто решается, значит, и здесь возникает два случая, нужно рассмотреть два случая, значит, первый случай, это если а не равно омега большое, в этом случае у нас нету эффекта резонанса, и тогда это уравнение очень просто можно выписать его решение, это будет общее однородное, да, плюс, так сказать, частное неоднородное, которое легко подберется, значит, и в этом случае решение, которое у нас будет, оно с временем, вот, времени Т, оно будет ограничено, значит, ну, да, смотрите, здесь такой такой момент, когда будем отрисовывать Х, вот в этом уравнении, значит, ну, оно может принимать, вообще говоря, любые значения, а мы трактовать его будем, как вот этот угол отклонения вот от этой оси, ну, так просто при отрисовке мы будем трактовать Х, как угол, вот, соответственно, если этот угол больше, чем 2P, ну, мы будем его просто соответствующим образом отрисовывать, то есть, на самом деле, угол, конечно, здесь, значит, он больше, чем 2P не может быть, ну, точнее, он может быть больше 2P, но он будет отрисовываться все равно только, так сказать, от 2P дальше идти от нуля, вот, но, в принципе, при решении уравнения, значит, ни Х, ни, тем более, так сказать, угловая скорость, вот эту угловую скорость ничем не ограничен значит если они равно омега то здесь я не буду выписать это уравнение значит решение это уравнение значит не все хорошо но у него там будет в частном решении там будет стоять вот такая значит изменивает память а квадрат значит на омега в квадрате а значит ну тут будет косинус значит и вот эта величина она уже подсказывает что если омега большое будет стремиться к то значит это соответствует тому что это называется собственная частота а это вынуждает вынуждена частота вынуждены силы если эти частоты совпадают то соответственно возникает эффект резонанс то есть вот этот слагаемый начнет неограниченно расти на самом деле если а у нас равняется омега то методы построения частного решения случае резонанса они требуют значит ну как в каком виде искать это решение они будут искать это решение в виде t да на а и на там вот этот косинус тут возникает вот этот слагаемый там еще могут какие-то возникать какие-то еще константы это сейчас не суть важно а ну важно что в случае резонанса у нас здесь появляется вот этот сомножитель t который с ростом ты начинает расти но эффект резонанса хорошо известен таскайда это мы знаем так сказать по раскачиванию качелей то есть известно что резонанс это вредное явление может быть вредом точнее может быть полезным мосты рушатся если это сказать солдаты идут в ногу поезда могут разрушаться если у них их собственно частота колебания рессор совпадая с частотой вынужденность поезда но кстати поэтому там вот эти две рессоры кто видел сих внимательно присмотреться они имеют разные су внутренние частоты как раз сделано специально для того чтобы подавлять эффект резонанса ну резонанс конечно имеет и положительный эффект и нам это все не так важно нам важно что если мы ничего не знаем про резонанс а система кухон на про резонанс ничего вообще не знает она знает только вот эти уравнения и она знает результаты их численного моделирования значит и здесь варьируемым параметры у нас будет параметр омега значит здесь что здесь является исходной выборкой для численного для классификации значит мы будем значит делать следующим образом мы будем выбирать омега случайным образом правда на самом деле не равномерным будем брать только целые значения значит ну это не так важно скажем от единицы до 20 то есть мы выбираем омега случайным образом от единицы до 20 подставляем это уравнение ну сразу понятно что решая уравнение будь да будем решать это уравнение приты на отрезке от 0 до 10 значит ну на этом отрезке решать будем систему систему мета урунгикута четвертого порядка с шагом 1 сотой это неважно тут даже есть там резонанс нет там резонанса если вот эти числа там а не очень большое у нас тоже не очень большое будет а они очень большое тут все считается очень хорошо тут вообще никаких нет проблем значит но число десятка выбрана ты взята таким образом что на самом деле как мы видим если резонанс есть то он в течение времени проявится а если резонанса нету ну то мы будем наблюдать такое вялое раскачивание маятника то туда то сюда иногда так сказать чуть больше чуть меньше вот ну когда будет резонанс он будет уже практически делать солнышком а значит причем грубо смысл ведь еще в том состоит что если омега близка к а но от нее отличается скажем на единицу то вообще говоря эффекта резонанса нет никакого то есть неважно там насколько близком ближе мы к резонансу или далеко от нее графически это определить очень сложно значит поэтому здесь именно вот именно совпадение вот этих частот резко меняет движение системы ну соответственно мы будем рассматривать но система второго порядка значит в каждом времени она задается двумя числами мы будем рассматривать значит здесь такую выборку а x в момент времени t x с точкой момент времени t где ты ну только мы здесь дайте так сделаем нехорошо написал выборка будет такая значит при фиксируем омега давайте прямо напишу это будет от единицы потом x от 2 x с точкой а 2 и так далее x от 20 ой от 10 пройдем от 10 x с точкой от 10 то есть всего размерность получается 20 ну примерно ну в 20 до а значит и соответственно мы будем брать ну сколько то ну там порядка 32 реализации такой системы то есть 32 раза мы будем запускать систему с омега взятыми из от единицы до двадцати ну правда целый значит и будем скармливать эту систему кухню а значит кухона здесь работает ночи то она сразу говорит что здесь есть только два класса значит и эти классы делятся значит очень просто они делятся если омега равняется а это один класс если омега не равняется а это второй класс попытка разбить систему на 34 и больше класс ничего не приводит то есть она все равно говорит что тут только два класса вот и но эти классы она различает очень четко даже если в ну выборке у нас резонансная ситуация возникает всего там два три четыре раза из 32 например да она все равно их находит это очень важно что выборка обучающие выборку вот здесь то есть даже редки но как этим редкие элементы они хорошо классифицируются на самом деле если в нейронной сети настоящего будете учить кошки собак вы возьмете миллион собак и три кошки а она никогда не научится разделять эти кошки потому что кошек савок должно быть ну примерно там ну не то что поровну ну они должны по порядку как-то совпадать а здесь получается что вот одного класса почти все некоторые то сказать всего там одна двадцатая ну потому что к один из двадцати здесь будет резонансной значит ситуации ну мы в частности брали а квадрат мы брали 16 соответственно а у нас было 4 и резонансным случаем было омега равна 4 значит соответственно вот даже так сказать на там 5 процентах то и меньше значит система ведет себя хорошо вот это значит вторая задача на которую мы сделали кофе теперь к этой же задаче мы применим систему сам организующийся карт кофе значит я сейчас кратко напомню то такое сам организующий карты кофе на но позвольте четко алгоритмы я сейчас не буду прописывать потому что он он есть вот в моей книжке вот еще раз напоминаю что на сайте шамин точка ру бесплатно можно скачать а вот такого рода книжечки там и некоторые другие мои книжечки в котором значит этот метод сам органических карт кофе на полностью хорошо прописан с ним все там замечательно а значит ну я это рассказывал и в этом здании в курсе который посвящался просто машина обучения искусственного интеллекту задач математики это подробно рассматривали есть и некоторые другие лекции на моем youtube канале сейчас я хочу еще раз поговорить смысл этой системы и применить его к вот ко второй нашей задачи ну извините как 1 1 задача с многоразмерными идея такая значит если мы имеем нейронную сеть а значит ну например сеть кохана классическую ну можно представить что у нас есть некоторые значит вот эти нейроны ну я так собственно они есть каждому которых там вот вес 1 вес 2 вес к где количество этих нейронов определяла определяет количество классов на которые мы разбиваем нашу исходную выборку значит дальше ну между ними этими нейронами там по сути связи нету у них есть связи только значит сходными значит нашим вектором значит дальше они классифицируют значит обычно такая четкая классификация она включает в себя небольшое количество классов ну сложно поверить что в какой-то так вот системе вот так вот сходу красиво мы найдем там пятьсот двадцать четыре разных класс значит но это как правило либо на тут как я пункте галерархическую систему дел так так мы обычно делится на небольшое количество классов соответственно возникает небольшое количество этих нейронов которые делят четко по классу вот однако зачастую данные которые мы хотим классифицировать нам не обязательно и даже вредно их классифицировать хорошо и плохо то есть ну допустим мы берем студентов и говорим вот этот там двоечник этот вот этот хороший плохой студент а в принципе если возьмем их оценки какие-нибудь достижения по успеваемости если мы это прокрутим через систему кохана зададим два класса ну мы в общем получим достаточно ну объективную картину по их разбиению вот ну тем не менее так делить делить студентов не хорошо нам нужно более деликатно это делать значит ну понятно можно вести так сказать степени три-четыре вести класса очень хороший не очень хороший там совсем нехороший вот а что делать если мы хотим у нас данные очень многомерные мы хотим разбивать их там на много количества классов и хотим это сделать как каким бы как бы не четким образом вот кухон задумался как раз когда при сам организующей карте он задумался о том что так можно сделать можно сделать нейронную такую сеть из этих значит нейронов сделать их очень много значит но делая их очень много мы не будем требовать ну точнее мы мы не будем полагать что каждый объект должен быть отнесен к точности какому-нибудь классу значит просто если мы замастим какой-нибудь квадрат плоскость какую-нибудь там экран значит нашей программы замастим ее такими вот этими нейронами и будем полагать что эти нейроны разобьют неким графическим образом разобьют эту плоскость на области соответствующих очень хорошим студентам не очень хорошим ну и так далее то есть мы сделаем такую градуированную карту вот этой системы кухон да значит но для того чтобы это сделать нам потребовалось ну кухон потребовалось еще одно важное изобретение которое вообще касается ну не только карты кухона значит я напомню затем немножко вспомним про многослойные нейронные сети если вы помните мы рисовали такого рода картинки значит нас был вот это я сказал что слой скрытый слой это выходной слой да и соответственно значит у нас возникали возникал такого рода картина и я говорил что можно сделать еще сколько-то слоев можно так сказать связи дел все ко всем не ко все не все ко всем и так далее и мы сказали что такого рода картинки но это термин это называется топология нейронной сети вот она так и называется значит с точки зрения топологии как математики ну да граф такой неориентированный например да вот этот если понимаете как неориентированный граф а он действительно топологии в этом смысле а нас не нисколько не беспокоит вопрос физического расположения этих нейрон ну они вообще где-то в компьютере висят и я так отрисовал или по-другому отрисую как бы топологии от этого не изменится важно что у нас тут дудольный граф да что тут вот это значит у нас нету связи от связи есть только такие как здесь отмечены а дальше рису рисовать их на этой доске на другой доске на сферической доске вообще не рисовать это вообще не важно ну граф он данном случае этот граф это не геометрический граф он не имеет никакой геометрии он имеет только топологию связи значит вершин между собой так вот для того чтобы мы хотим если мы хотим чтобы наша карта кохана графически отображала наши значит входные данные нам надо значит вместо топологии вот такой графов рассматривать метрическое пространство то есть рассматривать уже расстояние между ними и действительно их координат так вот карта кохана строится следующим образом мы берем какой-либо прямоугольник например я буду брать прямоугольник хотя можно взять круг можно взять иногда берут просто прямую можно взять кольцо можно взять тур можно взять сферу можно взять даже трехмерный объект это впрочем неважно значит значит и на вот этом какой-то так сказать паттерн что ну на так на вот этом части этого прямоугольника мы разместим наши а вот эти нейроны ну я и буду располагать вот так прямоугольно хотя часто используют такая вот дексогенная ну ладно мы сделаем такую сетку прямоугольную значит и так далее значит и то есть мы натыкаем эти нейроны значит на вот этот объект значит структуру регулярность структуры никакой роли не играет важно то что точки вот этого паттерна на котором мы все это рисуем что что они составляют метрическое пространство что есть что метрическое пространство 6 расстояние между каждым из этих нейронов расстояние значит вот в этом метрическом пространстве ну желательно чтобы но если мы хотим наглядности желательно чтобы это расстояние но ну совпадало с расстоянием мы реально нарисованы нет метрическое пространство можно выбрать довольно хитро да так сказать и тогда просто наглядность пропадет хотя в иных случаях наверное она тоже имеет смысл брать какую-нибудь хитрую вещь так вот смотрите с каждым вот этим нейронам мы снова связываем некоторые вес а значит мы будем обозначать да там вес а этот вес 2 к этот 1 к 2 значит все вот эти веса w к ты они ведь имеют размерность r n большое где n это размерность входных данных размерность входных данных а но да и смотрите тут надо не запутаться потому что там в когда вы будете смотреть алгоритмы то в разных местах распользуются разные метрики то есть одной стороны нам иногда мы можем сравнивать расстояние между этими весами вот в этом пространстве относительно значения этих весов но мы будем рассматривать расстояние между этими к 1 и к 2 то есть там будет некая метрика ру к 1 к 2 это расстояние вот на этом метрическом пространстве это расстояние от точки в котором изображен вектор w к 1 и w к 2 вот это важно изобретение кохана когда нейронный нейронную сеть ее наложили на метрическое пространство и дальше идея обучение карты кохана значит состоит в следующем значит давайте вот у нас есть какие-то нейроны тут по аккуратнее нарисую в этой части хорошо вот у нас какие-то каждую в каждом нейрону связано какое-то значит связано какое-то веса уже построены там или в начальный момент значит взятый вот мы берем при обучении какой-то вектор x из обучающей выборки он имеет размерность рн мы снова по всей карте пробегаем по всем нейронам ищем какому нейрону значит как он ближе всего допустим вот этот x ближе всего вот к этому нейрону сеть кохана когда нейронов на всего там три четыре пять значит она тоже так действует мы ищем нейрон который мы ближе всего вот по метрике rn ну потому что векс и трекса геометрии пока не имеет значит значит мы ищем согласно его как координатам и весовым значением вектора ищем ближайший и сеть кохана учит этот нейрон что значит учит она веса подтягивает его веса чтобы они были ближе к этому вектору в следующий раз когда придет вектор он еще увереннее он распознавался и век не вектора x близкие к x штрих близкие к иксу они тоже распознавались тем же самым нейронам здесь такая задача не ставится нейронов очень много значит но обучение делается так мы учим вот этот нейрон более строго и заодно мы учим нейроны которые находятся в некоторой окрестности вот вот смысле вот этого метрического пространства не смысле весов близких а близких просто в их вы физическом воплощении и учим их тоже но учим их тем слабее чем больше их расстояние ну мы можем учить ряду шка можно учить так сказать еще следующего ряда но важно что чем они дальше находятся в метрике ро от этого нейрона тем обучение между ними ослабевает но вообще там обычно вот такой колокольчиком функции мне там задается то есть на самом деле там вот ближайшие учатся там 23 слой 4 уже на практически и не учится там не надо его считать значит то есть мы к иксу подгоняем не только вот этот нейрон который оказался самый близкий но но и всю область понимает когда придет вектор x штрих близки к этому иксу он уже вот эта уже область она будет подтянута к иксу и он упадет куда-нибудь сюда рядышком подтянет эту область еще больше а если придут вектора таспит которые но имеется всем другую значит структуру они попадут сюда они будут подтягивать эту область и после многократного такого обучения здесь обучение довольно длительное вообще-то но требует много вычислений намного больше чем сеть кухон на более капризно тут надо куча параметров с ну здесь надо так сказать ну немножко повозиться вот но впрочем исходы текста все это есть мы всем этим всем повозились исходы значит алгоритм тут все выпестованы и все есть значит так вот повозившись действительно мы увидим что вот эти вектора x они расползутся по этой области ну так как ну так как и как по близости что ли их расположение и с важное достоинство карты кухона составляется том что когда вам придет какой-то там вообще x который учеб учащий выборки не был то цену куда-нибудь попадет ближайший вы сможете понять какую область он попал а значит дальше можно все представить динамически некий процесс например x там течение времени меняется вот этот x да его сначала был близок здесь потом он оказался здесь потом здесь а это область допустим как для наша система уже должна раза разрушиться мы можем здесь все хорошо здесь уже разрушится вот если видим что траектория нашего так сказать близится так сказать приближается к области где разрушение это вообще тревога но это все делал сам кухон у нее есть в книжке его кстати вот книжка у него есть хорошая книжка на русский язык переведенная так называть самая организующая карта очень кстати хорошая книжка вот и ну там конечно довольно много про это пишет различные случаи вообще хорошо пишет вот и математически грамотно с одной стороны с другой стороны ну так сказать для инженеров ну может быть инженеров очень понятно в принципе понятно как так сказать ну вот как как это все воплотить вот он приводит много разных интересных примеров частностью то рассказывает что применял некому трансформатору но это не совсем механическая система но смысл такой чтобы трансформатор у него был там 20-30 каких-то параметров его работы вот и каждый из которых сам по себе ну варьировался в каких-то там пределах вот но их некоторые комбинации вот этих параметров они приводят ну могли сигнализировать о то что уже там масло поменять каким-то аварийным режимом вот и в чем глазами это было очень сложно отследить то есть когда ты видишь там 20 приборов мигающих то сказать не даже все они прям выпьют и себе что что-то тут там зашкаливает нет они все в нормальном состоянии но их некоторые комбинации свидетельствуют о неких поломках вот была сделана сеть кохана иначе который вот как бы распознавала то есть там не прям нарисована там некоторая карта на мониторе наверно можете представить это 80-90 годная и вот то что . нашу тут все хорошо здесь все плохо вот . как бы вот состояние она движется как-то здесь вот и вот если она сюда уже движется то мы уже понимаем что наверно что-то такое надо там значит уже вызвать специалиста для добром ну хорошо я вот это тоже покажу значит в общем сеть кохана в данном случае тоже себя неплохо проявила хорошо сейчас тогда мы да нет располагаем нету как вот это расположение не случайно но каждому весу мы даем случайно да это кстати хорошую значит замечание ну как его одной из проблем сити кохана является то что при на одних и тех же данных запуская программу несколько раз и будете получать разные карты ну потому что если ваши омега они берутся они же случайным образом сначала инициализируется то то есть поэтому где вот здесь опасность или где не опасность это это каждый раз будет вообще говоря по разу но это не так существенно потому что как-то там потом развернуть повернуть но этом надо быть готовым что вот карта кохана она грудь даже сена работает в нашем пример она работает она группирует данные правильно но в какой части как она красится эта карта ли градуируется это каждый раз будет по-разному ну либо надо фиксировать тогда расстановку от этих начальных весов вот количество частиц возьмем 100 пока вот разбиение будет будет два класса вот мы видим что вот они вот разлетаются значит ну здесь скорость там вот ну видите что-то иногда не близкий ветер взлетается так сказать как щелчком таким образом до влетая за границу они где уже сказал снова появляется вблизи начала ну вот она то время было 20 был 10 10 извините вот она разбила их на два класса вот смотрите вот первый класс был от нуля практически до 7 а второй был от семи до десяти значит ну давайте мы сейчас сделаем так вот тысячи точек так она видите сейчас она может про то времени не хватит для полный такой но в принципе уже тоже более-менее видно что такая вот фонтанирующая значит система нас получается вот но здесь тоже видно что вот сначала не разлетались потом становится некоторая устойчивая такая картина значит и она в общем не сильно меняется так давайте сделаем вернемся к 100 нашим точкам еще раз давайте посмотрим как она то не разлетается вот это время показано ну пока мы разбиваем на два класса вот значит смотрим здесь опять ну номера классов не имеет никакого значения значит первый класс от нуля до 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 ну тоже где-то до 7 50 до начиная 7 50 он показывает второй класс но можно кстати посмотреть вот картинки насчет нулевого класса по я один раз нажал вот она сейчас их показывает это то что было отнесено ну к первому классу это со знаком 0 когда вот они уже разлетелись но ли тут уже старшие времена значит если мы возьмем на цикличке показывает если возьмем класс 1 значит вот она другому класс видите здесь мы видим явно собранный этот центр пока все еще не развалился вот это другой класс ну в принципе визуально ну в общем это похоже что действительно значит другой класс теперь давайте возьмем количество классов равным трем значит еще раз рассмотрим динамику окей значит смотрим как была разбивка значит вот один класс идет видите двоечка класс 2 2 2 2 2 2 потом через 6 минут класс 1 1 1 и потом нулевой класс то есть она их не перемешала то есть равно она их разбила по этим класс ну вот может посмотреть что например класс 1 это вот такой разброс класс 0 это еще больше разброс наверно да еще больше такой разброс а вот класс с номером под номером 2 значит это вот пока разброса нет значит сделаем четыре класса давайте четыре класса значит вот опять она времена не ки разлет она их в общем не перемешивает и это с моей точки зрения достаточно хорошо ну с точки зрения так сказать работа сети кокона это хорошо значит смотрим теперь четыре класса значит вот пошел класс номером 2 2 2 2 2 2 2 2 до где-то до 5 да потом до 5 20 потом 1 1 1 1 1 потом 3 3 3 и вот в конце 0 0 0 ну можно еще даже аж 5 классов давайте разобьем то есть она все равно вот это по этому разбросу их отлично классифицирует причем но если там первые два класса еще более-менее очевидно то уже когда много классов тоже это можно считать неким положительным результатом так смотрим теперь значит при пяти классах не было ли сбой так вот тут 1 1 1 1 а вот тут ведь 1 1 3 1 1 3 дальше 2 2 2 1 1 1 1 ну вот мы видим что в начале у класс 1 и класс 3 и вот 5 10 единичков здесь он уже не не очень хорошо сработал то есть здесь по-видимому 5 классов нет вот 4 класса она их разбивает устойчиво ну да сейчас проверим то есть ну да 5 классов уже перебор ну или тут уже как картина другая или надо как-то увеличивать количество точек там ну 2 часа мы пока вот да вот теперь берем когда 4 класса смотрим не было ли сбой 2 2 2 2 2 2 2 2 потом 3 3 3 3 1 1 1 0 0 вот 3 3 класса значит 4 класса здесь точно есть так теперь вот значит нашим резонансом значит ну пока значит вот здесь собственная частота значит у них равна 4 вот мы начинаем действовать с вынужденной частотой равны 2 ну тут нет резонанса значит мы видим что вот он видите как так колеблется то больше то меньше но за счет того что частота не совпадает резонанса нет вот если мы сделаем здесь 5 значит ну тоже мы видим ну чуть побольше раскачивается значит но в общем тоже резонанс не наблюдаем а вот если мы возьмем равные частоту равные 4 там омега квадрате там а квадрате 16 соответственно собственно частота 4 мы видим настоящий так сказать вот резонанс следите за временем ну мы видим что он раскачивается и значит ну сейчас сделать даже солнышко ну это в общем неудивительно да в том смысле что это вот как раз классический резонанс мы наблюдаем значит здесь проверка для кохана состояла в том как я напоминаю что отличить резонансное состояние от нерезонансное вот видим что она ну она назад не перекатывается тут нету гравитационного так сказать этой силы этот сила только чисто вынуждены вынуждены в виде косинуса ну вот мы видим что она делает все больше и больше так сказать амплитуда этих колебаний и дальше она будет только расти теперь давайте построим выборку значит сейчас секунду и классифицируем значит но мать тут болтается это в общем сейчас затем остановим а значит неважно вот смотрите значит вот это колоночка первое это частоты вынужденных вынужденной силы а это классы вот смотрим везде один 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 ноль напротив четверки тройка не туда четверка еще ноль и четверка вот раз ноль всего два нуля смотрите из 32 по-моему из 32 две выборки только из них два резонансные попалось два случая и сеть кохан она их точно распознала и никак не смешала не смешала ни с чем другим значит если мы сделаем если мы сделаем значит вот построить выборку классифицируем снова смотрим тут уже нолики нолики единички строго напротив четверок то опять две четверки попалось и строго напротив них возьмем класс возьмем три класса ой это я нехорошо не построить выборку построил выборку и классифицировать значит смотрим два 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 единичка напротив четверки тройки вообще нету ну точнее нуля нету видите она все равно говорит что есть только есть резонансные случаи и нерезонансные случаи берем там четыре класса опять мы видим что а но тут уже тут уже извиняюсь тут она уже немножечко не совсем тоже она четверку видела в третий класс правда тут уже первый второй класс уже она тоже как-то находит вот но с учетом того что довольно такая бедная была выборка но тем не менее на резонансные случаи однозначно значит находит а и теперь вот к карте кохана значит ну я вот уже тут построил карту кохана ну дело сушевое построение там пару минут программа считает значит теперь смотрите вот эти данные на конакана основой которых была построена кохана значит вот эта цифра 2 2 0 1 это классы пока на который был разбит система то есть смотрите это мы рассматриваем первую задачу разбрасывать этих частиц мы их разбивали на три класса значит кохан сначала их разбил просто коханом на три класса классические вот нас получился но они все упорядочены по времени то есть вот второй класс это пока частицы не очень разбросаны 0 класс это средний разброс и единичка сильно разброс вот у нас всего получается 100 единиц а это собственно вот значение скорости частицы значение положения частицы скорости и так далее все они дальше повторяется значит вот чтобы проверить значит мы берем пейс из первого класса вставляем сюда значит вот здесь есть проверить данные и точку black делаем проверить вот она первая из этой таблицы отнесла к этому кружочку возьмем значит теперь они не самые первые эти тут вот эту двойку до взял возьмем еще из второго класса допустим вот отсюда сделаем blue но она попала ведь она попала в точку в точку но это это бывает это не запрещено то есть еще из первого класса давайте возьмем ну из первого класса но такую берем сюда сделаем ее red ну как то здесь так а вот если мы возьмем теперь значит вот из другого класса вот где уже все разлетелось вот отсюда и окрасим ее зеленый цвет вот она как то сюда попала вот возьмем рядышком еще отсюда сделаем желтый цвет ну тоните вниз рядом как то вот так ведь вот это вот она как то вот эта область видать так сказать где мало разбрызгания здесь большего разбрызгания вот но тут можно как бы еще поиграться не всегда конечно не ксеть кухонно делает все идеально здесь надо понимать что это такая некая довольно сложная может быть возня ну без этого не бывает вот средний класс как-то оранжевая ну можно так дальше поиграться можно перепостроить как карту например можно сейчас давайте другую карту построим за домом покажем как она строится значит вот сделаем построить карту вот сейчас она строится это некоторое время значит занимает вот но надо сказать что к этой вот именно конкретную карту я не настраивал для конкретной вот этой задачи потому что я взял ее еще со старых времен когда она мне классифицировала танки но если помните у нас была там пример в книжке тоже приведен значит там есть пример когда мы классифицировали тяжелые и легкие танки вот я те же самые параметры оставила просто заменил имя файла вот и мы ее применили вот к этой задаче она в общем ну более менее неплохо сработал сейчас посмотрим еще разок вот она сейчас еще считает надо подождать значит карта ну это понятно замощает все вот это показать данные она отмечает белыми кружочками это те кружочки ну на которые были отображены исходные данные значит те места где нет кружочков это те нейроны которые не работали с этой картой ну это так всегда бывает дело в том что если вы возьмете карту из небольшого количества нейронов то входные данные они будут толпиться мешать друг другу и классификация быть не очень как бы точно поэтому всегда надо брать количество точек на этой карте больше чем так сказать вот чтобы там были пустые места я вот хочу что сказать потому что это соответствует тому что более-менее отобразилась структура ваших значит данных иногда карту коха нарисуют еще с таким цветовым градиентом вот но тут много есть значит вариантов работа с этими с этим инструментом ой что-то слетел нет не слетела надеюсь а вот она построила карту вновь давайте значит ну данные были те же значит поэтому давайте мы еще раз пройдемся вот возьмем самую первую когда вообще не было никого разбрызгивания да вот это здесь потом возьмем тоже где нету разбрызгивания давайте сделаем blue вот сюда она попала видите когда теперь давайте значит возьмем из следующего класса когда уже такое было среднее разбрызгивание это будет красная попала почему-то она попала сюда видать не да не очень конечно хорошо что так случилось но давайте еще раз сделаем blue а вот уже сюда вот там почему-то то совпало а знаете наверное я вместо контур c нажал контур v это да вставилась поэтому и я думаю что в сожалению сейчас уже не помню которая я думаю что это будет вот такая была ошибка здесь ну дома можете проверить так это будет допустим green ну да вот здесь уже так сказать более разбрызгивание ну впрочем интерпретация карты кохана это отдельная работа ну те кто работа ну те кто работает с картами кохана вот опять 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 сделать опечатку вот так вот рлс это деликатная вещь ну желтый как то здесь ладно это уже значит такой вопрос ну сегодня мы значит рассмотрели такую вещь примеры карты кохана в принципе они я надеюсь нас не разочаровали работы но карта кохана конечно я как сказал требует определенной деликатности вот но то и какие результаты с нее можно конечно получить вот главное ее достоинство перед потребителями я так сказал стоит в ее наглядности вот потому что все любят красивые диаграммы значит чем скучные номера классов а вот карты кохана тому как раз значит отличный инструмент значит нас остается еще несколько следующих тем может быть наиболее таких важных это обучение с подкреплением мы обязательно должны рассмотреть а также вопросы связанные с динамикой на основанный на нечеткой логике значит ну что касается обучения с подкреплением тут может быть даже мы несколько занятий это потратим потому что это вообще из видов обучения это самое такое настоящее обучение как я уже говорил именно машина обучения может быть там мы еще воспользуемся какими-то другими обучениями сейчас я вот подумываю может быть там байсовское обучение мы тоже здесь как-нибудь вклиним вот но обучение с подкреплением для динамики это самое оно значит с помощью него можно решать задачи управления не традиционным образом значит не таким как это делается в задачах так сказать вот теории управления классической а намного вдруг не несколько с другой стороны и намного зачастую с вычислительной точки зрения лучше вот и еще бы мы их это применим ну подумаем значит весь аппарат еще у нас есть в планах надеюсь мы успеем рассмотреть некоторые дифференциальные игры ну дифференциальные игры это игры в которых так сказать мы рассматриваем управление некоторыми дифференциальными уравнениями значит ну это тоже конечно имеет четкую динамическую так сказать интерпретацию механическую механическую интерпретацию вот такие наши стоят наши планы ну а на сегодня все спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо спасибо